На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. О вирусе из уст врача и пациента. Сердечно-сосудистый хирург Леонид Гулия в эксклюзивном интервью Абаза ТВ. В Абхазии ковид не приговор. Наши корреспонденты пообщались с одним изолированным носителем и собрали рекомендации врачей. Пенсии только лично. С 6 августа пенсионеры не смогут снимать деньги в банкоматах. Начнем с информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса на 5 августа. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у двух из них. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. О вирусе из уст врача и пациента. Сердечно-сосудистый хирург отделения лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Моники имени Владимирского. Врач первой категории и наш соотечественник Леонид Гулия в эксклюзивном интервью Абаза ТВ рассказал, как заразился коронавирусом, как перенес болезнь и как спасал свою маму от ковид. Все это началось с поступления первых пациентов. Они поступали в инкубационном периоде, соответственно, и посевы были отрицательные. Но во время госпитализации развивалась клиника, их переводили в специализированные стационары. И тогда возникло осознание, что все это для меня лично вопрос времени и изолировался от своей семьи, чтобы не принести все это домой. И в этом я был абсолютно прав, поскольку через две недели после первого контакта ощутил, что не чувствую ни запаха, ни вкуса. На следующие сутки температура 39, которая ничем не снижалась ни парацетамолом, ни перфолганом. При этом хочу отметить, что некоторые мои коллеги перенесли это, к счастью, намного легче. Несколько дней температура 37, снижение вкуса запаха, но за неделю уже восстановились. Лично у меня поражение по результатам томографии было 15%. И заболевание не требовало госпитализации, но было субъективно крайне неприятно, поскольку любые действия, даже бытовые, сопровождались выраженной одышкой, слабостью, постоянной ломота в мышцах. И не ожидал, что вкус и запах настолько важны, но выпадение двух этих, казалось, незначительных функций очень сказалось на качестве жизни. Мало того, что и так плохо, так еще и последнюю радость потерял. Учитывая заранее, что нас всех подготовили, все прошли курсы по особенностям течения, выявления, то больше было интересно, как это протекает у меня. Да, было волнительно, поскольку с появлением каждого нового симптома в голове прокручивало, что же может быть дальше, какие осложнения могут быть. У многих перенесших данное заболевание развивается фиброз легких, то есть часть легочной ткани перерастает в рубцовые изменения. И, соответственно, этот сегмент не участвует в полноценном дыхании. Многие больные, как осложнение, получают и сердечную кардиальную патологию, с чем и сталкиваемся сейчас. То есть люди в взрослом диапазоне 40-50 лет после коронавирусной инфекции приходят в нашу клинику на операцию. И явно все это можно связать с последствиями вирусного миокардита и воспалительной реакции в целом. Полностью интервью Леонида Гуля и нашему корреспонденту Илья Нуре Гилаян смотрите после выпуска новостей. В Абхазии ковид не приговор. Ровно две недели прошло с того момента, когда в республике после долгого перерыва стали обнаруживаться зараженные новой коронавирусной инфекцией. И если весной у всех, кого диагностировали ковид-19, немедленно отправляли в Гудаутскую больницу, то сейчас тактика штаба по защите населения от коронавирусной инфекции изменилась. Бессимптомные носители вируса по большей части остаются дома на изоляции. Наши корреспонденты пообщались с одним изолированным носителем и собрали рекомендации врачей. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Депутат парламента Ливон Голустян, узнав о своем диагнозе, отправился на изоляцию домой, так как никаких симптомов, свидетельствующих о болезни, у него нет. Нам удалось поговорить с ним по телефону. Самоизоляция моя проходит успешно. Вот уже десятый день находимся дома, не ходим в гости, сами не принимаем гостей. Что касается состояния здоровья, то самочувствие хорошее. Не жалуюсь, никаких симптомов болезни у меня нет. 6 августа будет 10 дней, как Ливон Голустян числится в списке инфицированных. Как раз в этот день берут второй анализ на COVID-19. Он и его семья уже ждут врачей для забора биоматериала. Они ожидают отрицательных тестов, так как у членов семьи первый раз анализ был отрицательным. Алла Ивановна Беляева сообщила, что на 10-й день должны взять контрольные замеры у меня. То есть уже завтра мы ждем бригаду санитарных врачей. И внутреннее ощущение, что все нормально, и мы, слава богу, от этой заразы и от этой напасти избавимся. Курирует Ливона Голустяна главный терапевт республики Анжела Арчелия. И на постоянной связи находится главный санитарный врач столицы Алла Беляева. Кстати, она рекомендует всем жителям республики, которые подозревают у себя COVID-19, не бежать в больницу, а для начала проконсультироваться с врачом по телефону. У каждого из наших людей есть знакомый врач, а то и не один. Если человек боится, что он был в контакте с больным или с инфицированным, с возможно инфицированным человеком, если он чувствует какое-то недомогание или что-то, ну позвонить, спросить. Если врач сам не сможет ответить на все вопросы, он обязательно даст номер телефона того, кто может это сделать. Ну, в частности, мой номер телефона, например, или номер телефона наших сотрудников. Как говорит Беляева, новый коронавирус до конца не изучен. До сих пор непонятно, как именно он передается и почему одних не вызывает ни малейшего недобогания, а других доводит до реанимации. Инфекция новая, она изучается всего-навсего полгода. Это для изучения инфекции очень маленький срок. Инфекции изучаются годами. И поэтому в процессе изучения меняются взгляды на тот или иной вид. Вот мы ожидали, что лето нам прекратит эту инфекцию, как, допустим, тот же грипп. Летом гриппом не болеют. Да, ОРЗ болеют, но гриппом нет. Оказывается, нет. А почему? Потому что чаще всего передается в закрытых помещениях. И опять-таки контакт на бытовым путем. А грипп воздушно-капельная, чистая воздушно-капельная инфекция. В любом случае, врачи рекомендуют при подозрении коронавируса оставаться дома и не контактировать с окружающими. Подозревать этот диагноз могут те, кто контактировал с заболевшими или наблюдает у себя резкое повышение температуры, сухой кашель, заложенность в груди и потерю обоняния. Им нужно самоизолироваться. Значит, нужно разделять немножечко самоизоляция и изоляция и амбулаторное лечение. Самоизоляция – это вот когда человек, допустим, приехал из Российской Федерации или из любой другой страны, пересек границу, и он, поскольку он контактировал с многими людьми при пересечении, ну, пока ехал, пока все, он находится на самоизоляции, то есть он не выходит из дому. При этом, если он общается с семьей, семья тоже должна максимально ограничить контакт. При этом нельзя членам семьи посещать массовые мероприятия, нельзя ходить в гости, принимать гостей. В случае же, если у пациента подтвержден ПЦР-анализом вирусовыделения при коронавирусной инфекции, здесь пациент должен быть изолирован в отдельную комнату, не пользоваться общими удобствами, отдельный санузел должен быть. Ему принесли кушать, подали, да, забрали посуду, посуду помыли отдельно, продезинфицировали. Одна из главных проблем, которые обозначают врачи, это травля ковид-положительных. Не все решаются рассказать о своем диагнозе, даже доктора, так как видят осуждение. Но, по словам Беляевой, болеть ковид-19 не стыдно. Мне, честно говоря, непонятен этот подход. Почему-то, если человек болен гриппом и чихает на всех, то это нормально. Он даже на работу может ходить, работодатель ничего не скажет и коллеги ничего не скажут. Здесь от этого больного начинают шарахаться, как от прокаженного. Это воздушно-капельным путем и контактно-бытовым путем передающаяся инфекция. Ничего здесь стыдного нет. Человек ничего не сделал плохого, когда заразился этой инфекцией. Это может произойти с каждым. Не нужно так остро реагировать на этих людей. Единственное, что вот если вы знаете, что он болен, а вы встретили его на улице, вот здесь сделайте замечание. Да. Из-за того, что информация об одних заболевших бережно хранится, а другие узнают о своем диагнозе от посторонних лиц, создаются юридические прецеденты. Так депутат Ливон Голустян утверждает, что как только он победит ковид, сразу же примется отстаивать свое право на конфиденциальность. Все-таки я хочу разобраться в том, кто распространил информацию о наличии в моем организме вируса ковид-19. Все-таки это является врачебной тайной. И если мы говорим о букве закона, то эту букву закона каждый из нас должен выполнять. Но это другая сторона, другая часть. Мы обязательно к ней вернемся уже после того, как мы полностью вылечимся и полностью выздоровеем. Врачи и чиновники от здравоохранения не имеют права разглашать данные пациентов. Но самим заболевшим никто не запрещает делиться информацией о своем самочувствии. Однако до сих пор, кроме одного врача и депутата, во всеуслышании никто из ковид-положительных о себе не рассказал. Мария Анна Котова, Абаза ТВ. Между тем, почти 100 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу с момента ее открытия 1 августа. При этом продолжает наблюдаться рост транспортного и пассажиропотока, сообщили ТАСС в пресс-службе сочинской таможни во вторник. В пресс-службе отметили, что в настоящее время сочинские таможенники работают в усиленном режиме, предпринимаются все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. Так, на въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности. Кроме того, прикомандированы должностные лица с других постов. Более 10 тысяч туристов посетили Рицинский реликтово-национальный парк после открытия границы с Россией, сообщил спутник директор парка Адамор Богателли. По его данным, 2 августа парк посетили порядка полутора тысяч туристов, уже третьего – более 2800 человек, четвертого – 3900 туристов. По данным, на 14 часов 5 августа в парк заехали 2700 человек. В основном туристы приезжают на автобусах. Это организованные экскурсии. В Сочи, между тем, обсудили меры обеспечения безопасности людей при пересечении границы с Абхазией. Глава города Алексей Капайгородский провел совещание с представителями силовых структур и предприятий туристических отраслей курорта, где обсуждались вопросы исключения образования чередей и автомобильных заторов на подъездных путях к пропускному посту «Адлер». В связи с возобновлением экскурсионной деятельности и высокой нагрузкой на пограничный пункт Алексей Капайгородский отметил важность неукоснительного соблюдения требований режима повышенной готовности. С 1 августа границу через таможен и пост «Адлер» уже пересекло более 7 тысяч автомобилей и свыше 30 тысяч граждан. Мы фиксируем ежедневное увеличение трафика. Очень важно соблюдать здесь масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимо для того, чтобы не допустить образования очага заболеваемости. Нужно обязательно информировать жителей и туристов о необходимости выполнять рекомендации Роспотребнадзора при пересечении границы, подчеркнул Алексей Капайгородский. На совещании в мэрии Сочи обсудили и дальнейшую модернизацию пограничного поста «Адлер», старт реконструкции помещений и прилегающей территории здесь запланирован на 2021 год. 5 августа под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание комиссии по гражданству при президенте республики. В работе заседания приняли участие заместитель руководителя администрации президента Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц, министр иностранных дел Дауркови, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, в Рио председателя СГБ Роберт Киут, заместитель генерального прокурора Дамир Квициния, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, начальник паспортного управления МВД Республики Беслан Бигвава, старший референт по вопросам гражданства администрации президента Милана Смэр. На рассмотрение комиссии было вынесено более 70 заявлений о восстановлении и предоставлении абхазского гражданства. Заседание комиссии по гражданству при президенте будет проводиться не более одного раза в два месяца. Абхазия открыла гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ. Гуманитарный коридор будет действовать с 5 по 9 августа с 9 до 19.00. Столица Ливана, Бейрут, пережила колоссальную катастрофу, масштаб которой окончательно оценить не удается даже спустя несколько часов после ЧП. Ряд специалистов полагает, что взрыв в Бейрутском порту войдет в число крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Взрыв был услышан даже на Кипре. Сообщения о ЧП стали поступать вечером, 4 августа. Согласно первой информации, сначала в районе порта был слышен небольшой хлопок, после чего стал виден белый и черный дым. Спустя несколько минут произошел второй взрыв. Его мощность была такова, что его услышали на Кипре, в 250 километрах от эпицентра. В видеозаписи, случившегося сделанные камерами видеонаблюдения, а также жителями Бейрута, отреагировавшими на первый взрыв и наблюдавшими за горением в порту, свидетельствуют, что ударная волна распространилась на несколько километров от порта. По предварительным данным, радиус зоны, где зафиксированы серьезные повреждения, составляет 3 километра. Повреждения средней тяжести отмечены в радиусе 5 километров от эпицентра. Произошедшее было похоже на события в Японии. Хиросиму Инагасаки заявил журналистом губернатор Бейрута Марван Абуд. По его словам, разрушена половина административного района города. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам иммигрантов Ливанской республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте. Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. Говорится, в частности, в ноте соболезнования. 4 августа в порту Бейрута, напомню, случился мощный взрыв. В МВД заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По последним данным, погибло более 100 человек, пострадали 4 тысячи. Информация правоохранителей и следственное управление Генеральной прокуратуры передало в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Горявицба, которые обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Органам предварительного расследования вышеуказанные лица обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции УВД по городу Сухум, ОУР УВД по городу Сухум и Сухумского РОВД, в том числе опасного для жизни путем производства выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия, которое они незаконно хранили и перевозили группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта этого года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noa без госзнаков. Следственное подразделение УВД Сухума с согласия прокурора столицы возбудило уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД Абхазии. Ранее сообщалось, что двух сотрудниц дополнительного офиса Сбербанка в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов умерших пенсионеров. В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что речь идет о возбуждении дел по факту проверки этой информации. Согласно материалам уголовных дел, в период времени с декабря 2018 по март 2019 года операционисты дополнительного офиса Сбербанка Абхазии, расположенного в городе Сухум по проспекту Аяйра, 84, Чиидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нукзаровна, имея преступный умысел на завладение чужим имуществом и с корыстной заинтересованностью, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка, то есть путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка, говорится в сообщении. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Пенсии только лично. С 6 августа пенсионеры не смогут снимать деньги в банкомате. Обслуживание банковских карт пенсионеров приостанавливается Сбербанком Абхазии в связи с решением Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Пенсионного фонда России. Начиная с 6 августа обналичить деньги пенсионеры смогут только в кассах Сбербанка или других коммерческих банков в рабочие часы, а пенсии будут начисляться по графику сформированному по году рождения. Подробнее Надежда Боровикова. Пенсионный фонд России понес потери в сумме 17 миллионов рублей. Эти деньги были незаконно обналичены в Абхазии по картам умерших пенсионеров, несмотря на перерегистрацию, которая проходит каждые 10 месяцев. Министерство соцобеспечения не в состоянии погасить этот долг перед Пенсионным фондом России. И потому, начиная с августа, пенсионерам снова придется получать деньги в кассах Сбербанка, предъявив паспорт и банковскую карту. Если раньше, допустим, пенсионер при поступлении пенсии на карту мог в любое удобное для него время, утром, днем или даже ночью, подъехать к банкомату и снять то количество денег, которое ему нужно, то теперь это можно сделать только в рабочее время. Соответственно, время сильно сокращается. Теперь это можно сделать в рабочее время в кассах отделений. Заместитель председателя Сбербанка Георгий Абухба подчеркивает, что Нацбанк Абхазии, как и Сбербанк, приложили немало усилий, чтобы перевести пенсии на карты, а затем научить пенсионеров пользоваться банкоматами и таким образом частично решить проблему больших очередей. Получается, что это шаг назад, и это не может не расстраивать нас, подчеркнул Георгий Абухба. Здесь важно подчеркнуть то, что это инициатива не Сбербанка Абхазии, потому что мы понимаем те неудобства, которые будут при получении пенсии испытывать наши пенсионеры, те неудобства, которые будут испытывать сотрудники Сбербанка, потому что будут устраиваться очереди. Мы это все понимаем, но это решение было принято в Российской Федерации. Они уведомили наше министерство социального обеспечения соответствующим письмом, а уже министерство социального обеспечения прислало нам в рекомендательном порядке, что начиная с августа месяца мы выдаем уже пенсию по-другому. Эта мера тем более не своевременна, учитывая эпидемиологическую ситуацию и тот факт, что основная группа риска пенсионеры будут вынуждены проводить длительное время в очереди. Чтобы как-то уменьшить нагрузку на сотрудников и сократить очереди, Сбербанк будет выдавать пенсии по графику, составленному по возрастным группам. Первая группа пенсионеры до 40-го года рождения, им будет начислена пенсия с 17-го числа, 17-го августа. Вторая группа до 47-го года рождения, 20-го августа. Третья группа до 53-го года рождения, 24-го числа. И все остальные уже пенсионеры 2-го сентября. В связи с тем, что будет много выходных дней в августе. Выходных и праздничных. На каждую подгруппу выделено по три дня. И это не случайно. Чтобы избежать большой очереди, лучше приходить во второй или третий день своей группы. Хотя в последующие дни деньги тоже можно получить. Кроме того, важно отметить, что этот график касается только получателей российских пенсий. Пенсионный фонд Абхазии в данный момент испытывает финансовые трудности и начисляет выплаты со значительными задержками. К 5 августа не всем выплатили пенсии и соцвыплаты за июль. При этом обслуживание карт абхазских пенсионеров в банкоматах прекращается так же, как и получателей российских пенсий. Существует вероятность, что правительство и Министерство соцобеспечения изыщет таки средства для погашения задолженности перед Пенсионным фондом России. И тогда пенсионеры снова смогут снимать деньги в банкоматах. Надежда Боровикова, Торни Камечко, Абаза ТВ. Однодневный семинар по проблеме пальмовых вредителей для владельцев частных отелей Гагарского района провела продовольственная сельскохозяйственная организация ООН в рамках программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов по совместной инициативе Европейского союза и ООН. Семинар, организованный совместно с Комитетом по экологии, проводился в Питсунде в отеле «Литфонд», где владельцы крупных отелей и местные экологи имели возможность задать вопросы и поделиться своим опытом борьбы с вредителями. Также были представлены результаты мониторинга и борьбы с вредителями за последние годы и рекомендации в отношении обработки пестицидами. ФАО предложила техническую помощь всем частным владельцам, желающим получить инструкции по обработке пальм. Представители Комитета экологии со своей стороны заверили, что на текущий сезон у них достаточно пестицидов, в том числе и для частного сектора. МЧС Абхазии сообщает, 4 августа в селе Отапа Чемчирского района прошли совместные абхазо-российские занятия по эвакуации пострадавшего из пещеры Брасхила. По легенде учения, один из туристов отбился от группы и получил травму, что препятствовало его самостоятельному передвижению. На пульт дежурного поступило сообщение о чрезвычайном происшествии и необходимости оказания первой помощи. Прибывшие на место предполагаемой ЧАЭС спасатели поэтапно отработали эвакуацию пострадавшего. Образование свыше 50 человек закончили АГУ на красный диплом. В этом году в Абхазском государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом корреспонденту Абстнепресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маланзи. У нас несколько уровней подготовки студентов, бакалавриат, специалитет и магистратура. Среди окончивших АГУ в этом году 326 бакалавров, 141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены, рассказал Маланзи. Культура. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры Республики Абхазия Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» имени Тарба выступит в Доме культуры города Галл 7 августа в 17.00. Вход свободный. Организаторы напоминают о рекомендуемых специалистами профилактических мероприятиях и соблюдении мер предосторожности. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в четверг 6 августа в республике переменная облачность, без осадков, жаркая погода, температура воздуха ночью 22, днем до 31 градуса, температура морской воды 27 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова